всем привет ну покажу одно из самых любимых моих пластинок вообще в принципе все пластинки которые показываю в этих роликах они все мои любимые не любимые я просто не во первых не держу их дома во вторых что мне про них рассказывать хотя хотя парочка проскакивала одной знаменитой группы и еще кстати игра проскочит потому что есть такие группы которые я в силу ностальгии просто держу у себя на полках и никуда не не меняю не продаю там но детство детство все из детства пускай детские мои увлечения они останутся но сейчас не об этом сейчас о пластинке джона леннона который называется пластик она бэнд ну про нее столько сказано столько написано что говорить о ней с одной стороны можно долго с другой можно вообще не говорить потому что ее все знают все ее слышали все ее наизусть уже выучили давным-давно многим она вообще не нравится но многим это тем кто любит такой поп я бы сказал поп-музыку тяжелую легкую какую угодно тяжелую там heavy metal или все такое это тоже поп-музыка все ведь большей частью своей ну здесь вот этого тяжелого ничего как мы все помним нет зато есть великолепная музыка в я там опубликовал на страничке список своих список там где 10 пластинок которые я взял бы на необитаемый остров этой пластинки там нет там есть альбом и наджим который мне лично мне просто ближе по звуку по настроению но эта пластинка я признаю что она лучше вот так бывает так бывает просто но это у каждого в каждой избушке свои погремушки да как говорится вот и мы же мне просто ближе к сердцу лежит а эта пластинка она настолько яростная настолько индивидуальная настолько личностная что она просто будоражит серьезно и не знаю смог ли я проводить бы с ней достаточное количество времени я слушаю достаточно редко потому что она очень уж сильно влияет на психику на сознание на все это возможно это единственный альбом в истории рок-музыки так такой вот настолько личностный настолько откровенно и как говорил жан-луи барро французский актер если кто кто-то такого помнит и знает говорил пантомиме что такое пантомима голый человек на голой сцене его идеал был актера это когда голый человек на голой сцене и покажи мне все что ты что ты хочешь сказать будучи без декорации без костюма без грима донеси до меня то что у тебя в душе расскажи мне историю вот это самое здесь и есть голый человек на голой сцене ну все конечно условно потому что здесь и и ринга стар на ударных все-таки помогает и клаус ворман и клаус форман как его многие называют на бас-гитаре прекрасно кстати говоря играет на бас-гитаре и замечательная ритм секция сложилась у ринга старая и вормана просто настолько здорово настолько точно все сыграно по правилам когда бас с барабанами четко дает доли сливаются в экстазе так сказать ну как и нужно делать при этом ворман еще умудряется такие кружева вокруг ударных ринга стара вязать не во всех песнях но в нескольких песнях так так такое кружево басовое идет сзади очень красиво все ну и здесь леннон показал что для того чтобы играть хорошую музыку записывать ее и чтобы она была интересна совсем не обязательно извлекать много нот и использовать большое количество инструментов привлекать оркестры или там мелотроны какие-нибудь и и всякие прочие штучки и вот это все вот это вот я обожаю вот эти вот гитарные дела тоже вообще это все для для чего-то нужно для поп-музыки конечно да это все хорошо это все замечательно такие виньеточки разглядывать раз слушать ах ах как 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 там сыграно а чтобы донести свое состояние и спеть просто красивую песню это все не обязательно может быть может не быть в данном случае не быть в мадор в первой песне про содержание я не буду рассказывать все это все это знают все все это написано воспоминание но воспоминание о матери до условно говоря и боль от того что этой матери нет и и практически и не было в общем так условно но мы говорим о музыкальной составляющей и здесь удивительный пример того как можно играть с тишиной что тишина в музыке паузы в музыке они не менее важны чем непосредственно звуки и здесь так здорово построено все на паузах фортепианный аккорд вокальная фраза пауза в которой остаются одни барабаны чуть-чуть затухающие с небольшой реверберации как фил спектр любит вот эти вот такие куски тишины они играют так же как и фортепиано так же как бас так же как барабаны раз раз берется аккорд и только ринга отсчитывает ритм и вот эта пауза потом еще одна пауза и это дает такую смену динамики так затягивает лучше чем вот это вот рубилово какое-то постоянное но любой композитор кстати говоря скажет то же самое что вот эти паузы это великая вещь уметь работать с паузами это очень круто ну и вокал лена на конечно здесь раскрылся на всем альбоме в полной мере потому что ничто ему не мешает очень лаконичное музыкальное сопровождение и человек смог спеть так как так как он умеет а умеет он не умел а умеет отметим этот момент умеет он великолепно бокал лена на один из моих любимых просто просто нечем его сравнить даже ну про его primal scream про его первобытный крик тоже все знают он прошел курс психотерапии после тяжелого периода жизни распада битлз практически ухода из битлз потому что там ему стало тяжело если не невыносимо совсем того что происходило в группе от судебных разбирательств от проблем с деньгами которые никак не могли битлз разрулить со своей компанией apple там сплошные были тяжелые моменты харрисон очень недоволен было доставал всех своими претензиями финансовыми и много чего было потом был суд с первым мужем йоко о на тоже были проблемы потом были наркотики было все это все это вместе и человек просто устал скажем так пришлось ему пойти курс психотерапии основанным на этом вот детском первобытном первичном крике которую мы слышим здесь в песне маза в конце где этот крик является кульминацией этой песни и и и и и все и завораживает сразу же как вопрос как так можно как артист может так обнажаться открываться показывать все что у него внутри при этом используя музыкальный материал используя мелодию это это не то что человек вышел на сыну и говорит себе и поет что бубнит как мне плохо как мне плохо мне было так плохо мне было так ужасно плохо музыка великая вещь лену били великий композитор и благодаря мелодиям которые он здесь написал и исполнил все это доходит конечно без пошлости без назойливости без навязчивости без какого-то учительства со стороны джона да а мы слушаем музыку и музыка говорится едва ли не больше чем текст холдон прекрасная вещь гитара с вибрато с таким и очень интересная гитарная партия очень красивая с вокальной мелодии которая тоже не самая простая здесь но как умеет леннон все складывается и все звучит органично и легко айфандаут это просто хард-рок гитара с фузом или с фаз с фазом да потому что это явно не 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 авердрайв не перегруза от такой вот мерзкий мерзкий такой фуз как принято у нас говорить хлещущие барабаны хлещущий малый барабан ринга стара бас вурмана который здесь начинает крутить уже эти самые виньетки играть восьмыми до шестнадцатых доходя местами такая мат моторный хард-рок просто walking class hero блестящая баллада блестящая социально направленная я бы сказал тогда но собственно не я бы сказала так и есть там по тексту привет богу дилану и можно поставить в ряд с самыми лучшими песнями дилана наверное хотя она не не американская все-таки она такая на родине написанная практически до в англии isolation очень очень просто красоты невероятной песней и опять-таки социально направленная опять-таки как сказать песни протеста нет ни песни про это в десять раз выше чем песни протеста потому что очень красивая музыка блестяще спета все тонко чисто здорово и аранжировка вот это вот вот эта лаконичная такая история музыкальная она опять-таки она очень хорошая хочется хочется слушать дальше вот такую музыку и играть самому такую музыку не перегружая ничего но все перегружают и мы перегружаем потому что очень сложно написать такую мелодию такую песню такие слова которые не нуждаются в грандиозном музыкальном оформлении как правило мелодия так себе песня тоже так себе хорошая нет хорошие не буду спорить но если очистить от всего от всего того что там наиграно на на разных инструментах оставить голую вокальную партию и фортепиано там будет ну как-то ну так 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 а здесь пожалуйста ничего нет фортепиано гитара бас барабан ничего больше не нужно remember по сильным долям пошли и сразу куда-то по дорожке по этой идешь за ленноном дальше love достаточно традиционная песня фил спектр играет здесь на фортепиано леннон поет но для для лена на она очень традиционная я не вижу здесь какой-то такой находки большой он таких песен мог писать каждый день мне кажется прости меня дух джона леннона ну так сложилось зато вл вл дальше еще один hard rock еще один раз гитара с адским звуком невероятным просто привет группам дыху там тем тем кому угодно вплоть до дипе пол такое просто вот зверства и и вот эти и опять ритм-секция ринга star с ворманом зарубают тяжелый рок втроем какой там гранд-фанк что о чем вы говорите все зависит от того как спета с какой подачей как это все несется на слушателя несется здесь будь здоров как просто мало у кого так получалось look at me еще один пространный акустический такой полуакустический номер и гад конечно пятая песня это одновременно и молитва и исповедь и все то к чему пришел джон леннон на данный момент времени все те переживания все вся та боль все те неудачи все те разочарования которые преследовали его на протяжении последних нескольких лет и в битлз и рядом с битлз и в мире и в книгах которые он читал и в политике которые пресс который в которой мы все живем на это все реагировал достаточно остро как и положено художнику и в этой песне все и вылилось и многие говорят что это лучшая песня джона леннона из всех им написанных я не знаю какая песня лучшего джона леннона мне очень много песен леннона нравится некоторые не нравятся но их немного но гад это из тех которые нравятся очень очень сильно и она вызывает у меня дрожь до сих пор когда я слушаю громко и внимательно когда мне ничего не мешает я слушаю внимательно и у меня мурашки бегут по телу от честности от бесстрашия этого человека который поет такие вещи это стоит дорогого и это и и это и весь альбом этот в целом вообще он говорит о том что музыка и песня это не просто музыка и песня это не просто то что мы слышим по радио когда идем там едем на машине или идем в наушниках по улице нам что-то там играет это гораздо больше и разбрасываться музыкой вот так вот просто делать из меня какую-то такую прикладную вещь но это не то чтобы нельзя но это не очень правильно это не очень правильно потому что в музыке такая заложена сила такая мощь в ней так много всего внутри самой музыки что просто так и и распыляться размениваться на дешевку просто не стоит хотя каждый поступает так как хочет ничего плохого и страшного нет но просто жаль если такое богатство как музыка растрачивается просто так вот пошел пить пока